Привет, друзья! Сегодня я хочу поблагодарить вас за конструктивную критику в адрес моих обзоров и в частности по поводу того, что я часто незаслуженно обхожу стороной B-модели и набор 42095 это яркое тому подтверждение потому что альтернативная модель этого набора во многом решает те недостатки основной модели про которые я говорил в своем обзоре ссылка на полный подробный обзор этого набора, включая детали, в описании к этому видео инструкцию для сборки альтернативной модели можно скачать на официальном сайте LEGO после сборки осталось довольно много неиспользованных деталей в том числе все шестеренки остались тоже неиспользованными здесь их вообще нет модель очень широкая и поэтому очень устойчивая кроме того у нее очень низко центр тяжести вот батарейный блок в самом низу ну по дизайну мне не понравилось, что кабина вообще никак не закреплена вот она болтается и тут собственно видно батарейный блок, приемник и два мотора, которые напрямую идут на катки благодаря тому, что ведущими стали маленькие катки у модели уменьшилась скорость и соответственно улучшилась управляемость если у вас большие открытые пространства, то наверное основной моделью повеселее играть но если у вас много каких-то препятствий, пространство ограничено то B модель мне кажется более удобно в отличие от основной модели здесь очень аккуратно уложены провода в основной модели они все просто болтали сзади здесь они закреплены и с проводами связана первая, наверное, опечатка в новых инструкциях в инструкциях новинок я пока не видел опечаток, правда и флагман я еще пока не собирал обычно самые крутые опечатки во флагманах здесь провода в одном месте просто насквозь друг друга проходили а в одном месте и вовсе появился еще один лишний коннектор от приемника ну тут отчетливо видно, что приемник по-прежнему подключен к батарейному блоку а в воздухе появился еще один коннектор откуда-то видимо нарисовать провода это очень сложно в конце видео я вставлю тест модели на бездорожье ну на улицу я не стал ее выносить все-таки электрика здесь расположена очень низко и при неудачном стечении обстоятельств я думаю, что она, наверное, может выйти из строя на свой страх и риск, наверное, можно покатать на улице ну тут уж 50 на 50 и повезет либо нет но вообще у модели очень маленький дорожный просвет поэтому я думаю, что если ее вытащить в снег, то она сразу сядет на брюхо тут и под моторами очень маленький просвет и под батарейным блоком для серьезного бездорожья она все-таки не годится ну и с этой моделью у меня, пожалуй, все в ближайшее время выложу еще один обзор на альтернативную модель набора 42092 модель очень простая, но раз уж я собрал, поделюсь своим мнением может быть после просмотра моего обзора кто-то тоже решит ее собрать или наоборот решит не тратить на нее время ну а на сегодня у меня все, до скорого, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok